Пацаны, ребята, всё по традиции, первую сотку комментариев я отлайкаю. Так, ну чё, друзья, Бандос и Фиксович на связи, и сегодня ходят слухи, что должны добавить сборочку на Кумира. Пока что понятия не имею, сколько она будет стоить, но вроде как максимальный рейтинг там 86. Блин, меня эта хрень уже достала, блядь. Во-первых, я не новичок. Во-вторых, это я плашку вижу 50-й раз. Да, друзья, есть у нас сборка на Кумира, общий рейтинг 86 плюс 84. Слушайте, очень даже по-божески, я думал, что требования будут более лютыми. Также у нас добавлены Кумиры Майкл Эсиен и Давид Трезеге. Я, блядь, закупился 87-м рейтингом. Я очень надеюсь, что он в цене вырастет. Я по 16 тысяч вроде закупал. Сейчас смотрю 18, 19, ну, может быть, какую-то копеечку я и заработаю. Так, 78 плюс на тест. Одну собрал, сборочку, может быть. О, кстати, вроде волкаут классный. Германия, ЦП, кросс. Нормально. Вот вам и фодер на сборочку. Один пак собрал. Я думаю, что на этом стоит остановиться. Ну и, конечно же, друзья, хочется вам напомнить о моих спонсорах. Это мои легальные хорошие друзья из компании Пари, на сайте, у которых вы можете сделать ставочку на абсолютно любой вид спорта. Начиная от футбола, заканчивая киберспортом. У них супер высокотехнологичный сайт и очень удобное мобильное приложение. А если вы еще верификацию до конца пройдете, друзья, получите фрибетик в размере 1000 рублей. Ссылочка в закрепленном комментарии. Всем удачи. А если вам нужны монетки и мой личный сайт по продаже монет, пандакоин в описании. Так, собственно, первая сборочка. Вот таким вот образом выглядит. Как раз-таки Тони Кросс отправляется именно сюда. О, за сборку кумира, друзья. Волкаут. Прикол. Для порты упал. 86 рейтинг. Здравствуйте. И мы получаем заветного кумира с максимальным рейтингом 86. Так, ну, собственно, давайте смотреть, что нам здесь может выпасть. Первая страница прям вообще срань. Из таких средних интересных карчик Стиви Джи. Может быть, я его заиграл бы. У него как раз вот этот стиль бега. На второй странице уже персонажи поинтереснее. Лоран Блан, Рио Фердинанд, Зейдорф, тот же Роберто Карлос, Уэйн Руни, Замброта, Сиен. Так, ну че? Давайте я не буду искать в клубе. Я сделаю плашечку вот такую вот. И будем стараться по статкам угадывать. Так, давайте таланты посмотрим сразу. Удар головой, дальний удар и мастер штрафных. Кто же это может быть? Дальний удар. Так, давайте смотреть. Физподготовка 83. Защита 80. Дриблинг 78. Передача 86. Удар 86. И скоро все зарунило. Бля, это Стиви Джи может быть? Нет, это Балок. Кстати, что, наверное, тоже неплохо. Балок стоит у нас 250 тысяч. И вполне все. Так, у него лейнхи. Это заебись. Кидаем ему шэдоу. Кайф, кайф. Михаил Балок. Здравствуй. Будешь у меня в центре поля бегать. И, собственно, пихаем его вместо, 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 наверное, вот этого чувака, Замба Ангуиста. Кстати, прикольная карточка. Он за меня 14 матчей уже отыграл. 3 плюс 3. Один прикольный гол у меня забил, который я хочу вам показать. Чекайте. Вроде удар не сильный, но смотрите, как мяч аккуратненько в уголочек от него залетел. Ну и вот проблема кумиров в том, что они не дают никакой сыгранности остальным пацанам. То есть, если у вас не немцы в составе играют. В моем случае немцев нет, поэтому, ну, типа, у него троечка, конечно, но в целом это нихера не дает по густу. Новая система сыгранности, как говорится, добрый вечер. Так, ну чё, пойдемте, наверное, матч-2 с Катаю, затестим по фасту эту карту. Так, вот, собственно, наш первый соперник, Джека, нарушитель. Здравствуйте. Так, ну и давайте, собственно, тестить эту карту. Так, собственно, вот Балок с мячом. Конечно, его дриблинг оставляет желать лучшего по понятным причинам. Так, Балок, хорошо, перехвати. Найс, поиграли, блядь. Так, а это второй соперник, Гавоу. Герой у него в атаке. Салахич справа. Нормально такой скот детский у тебя. Так. И Балок лунгшот. Ох, боже мой, как это было плохо. Так, Балок. Давайте его забросы чекнем. Хорошо дал. Хорошо дал. Ну, блядь, Криштиану не забил. Блядь, пропускаем. 1-0. Давай, 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 беги. Бен. Бен. Раскрутил. Развертел. На нахуй, блядь, Бен и Дер. Как же он пиздат, друзья. Блядь. Ну, ёбаный рот. Ну. Ну, всё, блядь. Тут проёб, наверное. Разъебал меня чё. Пиздец, просто всё залетает нахуй. Просто всё нахуй залетает. И гори в аду, блядь. Кто придумал это ебаное празднование, блядьское. Ладно, тот матч проебали. Едем дальше. Чё есть у соперника? Угу. Фернандо Мариентес. Любимчик Финита. Давай, давай, Криштиану. Дальше. И слёту. Блядь, перекладина. Опа, хороший переход от Балока. Прошу заметить. Давай, 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 Криштиану. Просто реши этот момент, пожалуйста. Спасибо. Ой, давай, Мюрил. Можно здесь хоронить. Да. 2-0. Чё там по оценке у Балока? 6-9. Ну, честно, вот по двум матчам не могу сказать, что мне очень понравился. На бумаге как-то он поприятнее выглядел. За. Данжума. Нормальный такой склад. Хочется, чтобы как-то Балок поучаствовал в атаке. Но он постоянно снизу. Вот что он сейчас запаздал? Вот скажите. Просто я крестиком обычный пас давал. Ну, еби, блядь. Так. Балок. Ага. Дальше на Балока. И Балок! На нахуй! Вот он, собственно, и оказался. На ударной позиции. Голец даже забил. Молодец. Хорошо! Блядь, Вальверде. Мог сейчас забить. Так. Балок. Ну-ка, файна скрутани. Блядь. Хорошо летело. Так. Отличный пас на Криштиану. И Криштиану! Так. Ребята, а мы это забивать будем? Или что, блядь? Так. Балок. Шикарный пас. Дальше. Сделаем вот так вот. Вот так вот. Микроконтроль. И в ближний. Эй, Криштиану! Иди нахуй, блядь! Ну вот как Криштиану не попадает вот в таких моментах, блядь? Ну это пиздец. Ну с метра, блядь. Ну Криштиану Рунальду, блядь. Ну это какой-то бред ебаный, блядь. На нахуй. А вот Бенедер не прощает, блядь. 2-0, нахуй. Так. Арауха. Как его отобрать? А, вот так вот можно отобрать. Пока. Так, балок 7-3. Забил гол. Но не могу сказать, что очень сильно впечатления о нем изменились. Ну и один матчец хотелось бы вам показать, который сыграл вне записи. Во-первых, чеките состав. Герои Чикимбопе, Холланд, Неймар, Месси. В общем, весь комплект ебанутых карточек. Но я быстренько смекнул, что он особо играть не умеет. Тут Терштеген в моменте превратился в самого лучшего голкипера в этой игре. Он практически заставил меня себя купить. Вы посмотрите, сколько сейф делал. Как его пробить? Я хрен его знает. Но все же там на какой-то 60 с копейками минуточки балок забивает с левой вот такую-то пушечку. Потом Терштеген продолжал делать сейфы невероятные, нереальные. И что вы думаете? 90 минута. У соперника ноль момента вообще как бы в матче. И он просто бежит за Холланда, простреливает. И вот такая вот хуйта случается в нашей жизни. Но, к счастью, в доп времени балок снова зарядил свою пушечку. Дубль уже оформил. Дальше у меня еще вроде какая-то перекладина была. Балок лучший игрок матча. И Терштеген сделал 11 сейвов. Ну, а так, в целом, вот такой вот видеоролик, друзья, получился. Если вам понравилось, оценивайте его лукасами. Оставляйте классные комментарии. С вами был я, Пандос Фиксающий. Всем хорошего настроения. Чао-какал.